Ну, как я и обещала, кроме трёх основных поисковых систем по выбору дешёвых авиабилетов, я покажу вам ещё парочку дополнительных. Один из этих дополнительных сайтов – это сайт «Anyway Anyday». На этом сайте раньше мне очень нравилась система бронирования, сейчас она немножко усложнилась. Хотя, хочу сказать, что, например, если вы смотрите авиабилеты с телефона, со смартфона, то «Anyway Anyday» предлагает достаточно удобное предложение по бронированию. Итак, давайте введём те же самые данные «Барселона-Санкт-Петербург» с 14 по 23 августа найти авиабилеты и посмотрим, какие цены предлагает нам данный сайт бронирования авиабилетов. По нашему поисковому запросу сайт «Anyway Anyday» показывает нам самый дешёвый авиабилет за 14 827 рублей. И, несмотря на всю прелесть оформления этого сайта, дальше рассматривать его мне становится неинтересно, потому что эта стоимость более чем на 3000 выше, чем на других аналогичных сайтах. Поэтому предлагаю сразу рассмотреть следующий сайт, о котором стоит поговорить – это сайт «Каяк». Напомню, все наименования сайтов и их адреса я приведу в описании этого видео. Итак, на сайте «Каяк» мы вбиваем те же самые данные «Санкт-Петербург». Здесь, кстати, по умолчанию высвечивается бронирование отеля, нам необходимо забронировать авиабилеты, поэтому переходим на авиабилеты. Вбиваем «Санкт-Петербург-Барселона». Даты точно так же с 14 по 23 августа. По результатам поиска на сайте «Каяк» самый дешевый билет нашелся за 13 064 рубля. Это, конечно, дешевле, чем на «Anyway Any Day», тем не менее это дороже, чем на всех трех предыдущих сайтах, которые мы рассматривали. Поэтому, собственно, я и сказала, что мы рассмотрим три основных и несколько дополнительных, потому что на всех дополнительных сайтах уже гораздо меньше агентств-партнеров, соответственно, цены уже выше, чем на предыдущих сайтах. Но почему я еще решила остановиться на сайте «Каяк»? Давайте вернемся в поисковую систему. И помимо наших данных нажмем вот эту вот кнопочку «Гибкие даты». Нажимаем. Нажимаем на кнопочку «Гибкие даты» и нажимаем на кнопочку «Плюс-минус 3 дня». И мы даем системе возможность выбрать не только билеты на эти даты, но и на 3 дня до и после. Нажимаем «Найти». Далее мы видим диапазон цен и даты. Можем выбрать наиболее дешевые авиабилеты. Но на самом деле, как я уже говорила, так как агентств-партнеров у этого сайта меньше, соответственно, здесь гораздо меньше выбор цен. Например, в последний раз мы смотрели на «Скайсканере» авиабилеты в календаре низких цен. И там, как вы помните, стоимость была гораздо ниже. Поэтому я вам показала дополнительные сайты. Принцип работы такой же. Но так как стоимость выше, то я все-таки предлагаю вам запомнить 3 сайта, о которых мы говорили в начале видео. В следующем видео мы будем рассматривать покупку авиабилетов на сайтах авиакомпании. Поговорим о плюсах и минусах этого способа покупки. А сейчас я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До встречи в следующих видео. Пока!